За минувший отопительный сезон сотрудникам Управления труда и социальной защиты населения Харциска от бывших работников ликвидированных шахт поступило 355 заявлений на компенсационную выплату на приобретение твердого топлива для бытовых нужд. Размер государственной помощи, напомним, составляет 7,5 тысяч рублей. Все эти обращения были удовлетворены в полной мере. Чего не скажешь о заявках на выдачу гуманитарного угля, поступивших от граждан, относящихся к социально незащищенным категориям и от бывших работников горных предприятий, находящихся в стадии ликвидации. Таких, например, как шахта имени Ткачука. Эту ситуацию на вчерашнем совещании в городминистрации прокомментировала начальник УТСЗН Татьяна Кейдун. Управление через Министерство труда и соцполитики передало заявки на все благотворительные фонды с просьбой оказать помощь социально незащищенным категориям населения. В данном случае мы просили оказать помощь пенсионерам 75 плюс возраст, семьи с инвалидами первой и второй группы, семьи с детками-инвалидами и вообще с детьми. К сожалению, под программу попали только семьи с детьми и тем не менее даже эта программа не была обеспечена в полном объеме. В январе 2022 года программа закрыта. Частично обеспечили только Зуевку и Зугрес. Именно категория семьи с детьми. На сегодняшний момент как будет дальше обеспечение неизвестно, так как ведутся боевые действия. Тем не менее мы заявку оставили и будем продолжать вести работу в этом направлении. Что касается обеспечения углем бывших работников шахт, которые находятся в стадии ликвидации, это наша шахта Ткачука, Шахтерская, Московская, Кировская. Данным вопросом занимается Главное управление по реструктуризации шахт. Это данное управление входит в структуру Министерства угля и энергетики. К сожалению, они нам не под контролем, ни нам, ни администрация, ни под контролем, ни под отчетной, поэтому точную информацию мы не можем у них получить. Тем не менее мы написали письмо. Последнее письмо у нас было 8 апреля. На сегодняшний момент ответ мы еще не получили, но я думаю, мы это не оставим. Просто в любом случае мы добьемся официального ответа. В телефонном режиме нам говорят, что ждите. Всех обеспечат углом. Продолжение следует...